Если банк прекратил свое существование, то вернуть сбережения можно, утверждают специалисты. Следует знать, что подавляющее большинство банков Российской Федерации участвует в системе страхования вкладов. Это означает, что в большинстве случаев вклады и другие денежные средства физических лиц защищены государством на сумму до 1 миллиона 400 тысяч рублей. Нужно убедиться, что у банка действительно наступил страховой случай. Страховой случай – это отзыв лицензии со стороны Центрального банка. Второй шаг. В течение приблизительно 14 дней с момента отзыва лицензии агентство по страхованию вкладов назначает так называемый банк-агент. Это тот банк, который осуществляет выплаты за счет средств агентства по страхованию вкладов в пользу вкладчиков банков. И третий шаг, самый важный, именно он приводит непосредственно к выплате денежных средств. Необходимо обратиться в банк-агент с письменным заявлением, форму которого дают непосредственно в этом банке, предвести свой паспорт. Если нет споров по сумме, то в течение трех дней с момента подачи заявления банк-агент обязан выплатить вам деньги. Если спор есть, то необходимо обращаться в агентство по страхованию вкладов. Есть случаи, когда вероятность вернуть свои денежные средства близка к нулю. Если банк не входит в систему страхования вкладов, первое. Второе, следует понимать, что агентство по страхованию вкладов изначально не создавалось для ситуации, когда одновременно большое количество банков испытывают сложности. То есть второй случай, если произойдут, не дай бог, какие-то очень неблагоприятные события для банковской системы страны и экономики в целом. Третье, следует помнить о том, что есть лимит ответственности, максимальное страховое покрытие – это 1 миллион 400 тысяч рублей на одного вкладчика в одном банке. Четвертое, следует знать, что независимо от того, в какой валюте размещались денежные средства, выплаты происходят в рублях. Специалисты рекомендуют ответственно подходить к выбору банка, в котором вы планируете разместить свой вклад. Во-первых, проверить, участвует ли банк в системе страхования вкладов. Во-вторых, не держать крупные суммы в одном банке и в одной валюте. Лучше открыть вклады в разных банках. Продолжение следует...